Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире специальный выпуск новостей, посвященный внеочередным выборам депутатов-мажилистов парламентов и маслихатов всех уровней. В студии для вас работает Алия Абитова. Мы начинаем. Этим утром в стране практически в одно время открылись 10 тысяч избирательных участков. Менее чем через час откроются избирательные участки на западе страны. Их работа продлится до 8 часов вечера. По данным Центра избиркома, проголосовать на выборах, воспользовавшись своим гражданским правом, смогут около 12 миллионов казахстанцев. Напомню, выборы в Мажелисы и Маслихаты проходят в один день. Такое решение ранее принял ЦИК. К выборам допустили семь политических партий. При этом по одномандатным округам в Казахстане выдвинуты 609 кандидатов. 525 из них – самовыдвиженцы. В течение месяца проводилась предвыборная агитация. За это время члены агитштабов политических партий и самовыдвиженцы объездили регион республики. Голосование началось в 7 часов утра и продолжится до 20.00. По всей стране открыты более 10 тысяч избирательных участков. Более 300 находятся в столице, 77 за рубежом. Даля Насипова побывала в столичных пунктах для голосования и убедилась в их готовности. В этом пункте для голосования списки избирателей давно сформированы. Бюллетени получены. Маленькие урны для избирателей, которые будут голосовать на дому, тоже подготовлены. Сегодня на участке готовы принять более полутора тысяч человек. Тайные кабинки голосования все готовы. Также у нас имеется кабинка для инвалидов с ограниченными возможностями. Для них все условия созданы, то есть начиная с пануса, сигнальные кнопки, есть инвалидная коляска, специально отведенная кабинка. В кабинке ее есть для слабослышащих специальные наушники, для слабовидящих лупой и имеются трафареты. Для голосования избиратели получают сразу несколько бюллетеней. Все они разного цвета. В голубых – фамилии кандидатов, депутаты, мажелиса по партийным спискам. В зеленых – по одномандатным территориальным избирательным округам. В розовых выбирают депутатов в Маслехаты областей и городов от партии. Одномандатников в Маслехаты областей, городов и столицы можно найти в желтом бюллетене. Серые – для голосования на выборах в Маслехаты районов и городов областного значения. Отдать свои голоса за кандидатов могут и граждане, находящиеся за рубежом. В 62 странах работают 77 избирательных участков. Самыми первыми в 6 часов утра по Астане открылись пункты для голосования в Сеуле и Токио. Ожидается, что за рубежом проголосуют 12 300 казахстанцев. В начале 2023 года по обращениям наших граждан, чтобы обеспечить соблюдение их прав, принято решение о создании 9 новых участков. Участковые избирательные комиссии открыты во Вьетнаме, Кувейте, Ливане, Молдове, Норвегии, ЮАР, Эфиопии, Португалии, Швеции. И в настоящее время все бюллетени доставлены до наших посольств. Всего же по стране насчитывается 11 миллионов 970 тысяч избирателей. Больше всего их проживает в Туркестанской области. Наименьшее количество ожидают на избирательных участках в области Улутау. Далее доброе утро. Прошел ли брифинг? Доброе утро, Алия. Первый брифинг Центральной избирательной комиссии стартовал только что. Посвящен он началу работы избирательных участков. Журналисты в пресс-центре собрались заранее. Телевизионщики, как и мы, подключаются к прямым эфирам. Все настроены сегодня оплодотворно поработать. Отмечу, что в 7 утра по стране открылись более 10 тысяч пунктов для голосования. И в списках избирателей более 12 миллионов граждан. Для голосования наших соотечественников, которые находятся за рубежом, в 62 странах будут работать 77 избирательных участков. Планируется, что сегодня в Центр-Избиркоме пройдет 10 брифингов. В 19.00 сюда приедут представители МИД и расскажут о том, как проходят голосования в других странах. Также сейчас в 10 часов иностранные наблюдатели сообщат, как в целом проводятся выборы депутатов в Мажелис и Маслихате. В общем, в течение дня мы будем передавать самую свежую информацию отсюда с Центральной избирательной комиссией. Пока у меня на этом все. Алия. Спасибо, Даля. На прямой связи из ЦИКа была Дали Насипова. Продолжаем. Тем временем алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках в 8 районах мегаполиса. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Айгуль Калыкова. Незадолго до начала выборов в одном из пунктов для голосования побывал Дамир Анитов. Отдать свои голоса за избранных депутатов горожане смогут на 602 участках. Для жителей без прописки выделены 56 специальных пунктов для голосования. А те, кто не смогут, речь идет об инвалидах и ветеранах ВОВС, смогут заполнить бюллетени дома. Для людей с ограниченными возможностями и тех, кто не может самостоятельно передвигаться, мы предусмотрели голосование из дома. Они имеют возможность позвонить и попросить, чтобы мы приехали. Опять же, по заявкам будут привозить на инвотакси. На самих же участках есть уголки для лиц с инвалидностью. Подготовлены аудиоматериалы и трафареты для слабовидящих избирателей. Особенностью этих выборов станет непривычный опять формат самих бюллетеней. Их увеличили для того, чтобы уместить информацию о всех кандидатах. Будут выданы не один, а сразу четыре бланка. Сейчас все 4 миллиона 800 тысяч бюллетеней доставлены в участковые комиссии и находятся под охраной органов внутренних дел. Все они имеют урны для голосования. Как вы знаете, по законодательству о выборах на каждом избирательном участке у нас должна быть одна стационарная, две переносные урны. Будут также установлены кабины для голосования, в том числе для лиц с инвалидностью. Все избирательные участки у нас оснащены мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. По становлениям избирательных комиссий также определены 70 участков, в которых голосование может быть закончено в любое время, если галочку в бюллетенях поставили все избиратели из списка. Во время подготовки к выборам избирателям вручили 1,2 млн приглашений с указанием времени, места голосования и адресов избирательных участков. Почти 800 иностранных наблюдателей присутствуют на избирательных участках. Сегодня стартовали внеочередные парламентские выборы. Большинство из наблюдателей, по данным Центра сбиркома, представляют международные организации. Они уже дали свою независимую оценку агитационной кампании и выборному процессу. Мира Альжанова передает из столицы. Международные наблюдатели начали прибывать в нашу страну за несколько дней до выборов. Они знакомились с процессом агитационной работы и давали оценку происходящему. По мнению представителя Тюркпа Реджепа Шекера, отныне состав Мажелиса на 100% будет состоять из избранных народом депутатов. Особо следует отметить приход новых партий. Мы особенно взволнованы новыми изменениями, улучшениями. Хочется отметить тот факт, что в составе партии обязательно должны быть 30% женщин и молодёжи, людей с ограниченными возможностями. От Шанхайской организации сотрудничества наблюдать за парламентскими выборами будут 18 человек. Они ознакомились с организацией агитационной работы и отметили, что для наблюдения за выборным процессом созданы все необходимые условия. По словам замглавы ШОС Григория Лагвинова, в этот раз состав депутатского корпуса заметно омолодился. И это, по его мнению, придаст новый импульс в развитии страны. Такой очень интересный и, на мой взгляд, положительный факт. Это средний возраст кандидатов на членство в Мажелисе и также в местных законодательных собраниях. Это меньше 46 лет. То есть это показывает, что депутатский корпус страны сильно омолаживается и, несомненно, придаст развитию Казахстана новую динамику, новую гибкость и, я бы сказал, новую креативность. Для того, чтобы политические партии активно включились в выборный процесс, Центр избирком провёл большую работу, считают представители ОДКБ. По словам международного наблюдателя Александра Маркевича, большой интерес к политической жизни проявляют не только кандидаты, но и рядовые казахстанцы. Мы увидели о том, что у нас эти выборы проходят и формирование Нижней палаты парламента происходит по смешанной системе. И когда нам довели цифры, сколько кандидатов зарегистрировано именно по мажоритарным округам, мы были впечатлены тем интересом и тем количеством кандидатов, которые действительно прошли регистрацию. А вот миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений в проведении агиткомпании в Казахстане. Центр избирком в очередной раз продемонстрировал высокий профессионализм подготовки и проведения избирательной кампании, отметил глава миссии Леонид Анфимов. Мы не нашли сегодня и не имеем информации о том, что где-то были нарушения в проведении агитационной кампании, выдвижения кандидатов в депутаты, какие-то вопросы, связанные с нечистоплотной предвыборной борьбой. Все идет в цивилизованном русле и достойно тех людей, которые выдвинули свои кандидатуры на выборы. По данным ЦИКа, за ходом предстоящих выборов будут наблюдать почти 800 человек, прибывших из-за рубежа. Порядка 600 из них представляют 12 международных организаций. Остальные же 130 наблюдателей прибыли из иностранных государств. Казахстанские полицейские сегодня перешли на усиленный режим работы. Более 45 тысяч сотрудников привлечены для охраны общественного порядка, как на самих участках непосредственно, так и на прилегающих территориях. Силовики будут обеспечивать безопасность всех 10 тысяч избирательных участков по стране. Как отметил министр внутренних дел Марат Ахмеджанов, после того, как на участки завезут бюллетени, охранять их будут в круглосуточном режиме. Также для контроля правопорядка будут задействованы патрульно-постовые и участковые службы. При этом полицейских из регионов в Астану и Алматы направлять не будут. Пока на этом все. Сегодня, в течение этого дня, наш телеканал будет рассказывать последние новости о проходящих выборах. Оставайтесь с нами, не пропустите следующий специальный выпуск новостей в 10 часов. Я, Алия Абитова, благодарю вас за внимание. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»